В Рыбнице ведутся работы по очистке русла речки Сухая Рыбница, приток Аднестра. Неоднократно эта, на первый взгляд, безобидная мелководная речка доставляла немалый хлопот жителям домов, расположенных на её берегах. У нас, как начинаются морозы, земля замерзает, бывает и 50 сантиметров, и 70 сантиметров, какая зима. И когда снег начинает таять, она туда не просачивается, а всё вытаскивается на этой речке, и она начинает подыматься. И подымается очень сильно и быстро, бурлит. И в 2011 году, когда нас начало топить, сюда приезжали и спасатели, и все-все-все-все бегали. И бурлили там, там у нас один ел. И если нам прочистить эту речку, хотя бы до середины села, чтобы был бы хороший проток до озера, и она будет как смывить. Река Сухая Рыбница протяжённостью более 12 километров протекает через населённые пункты Андреевка, Шмалена и Пыколова. Ежегодно жители, сталкиваясь с угрозой подтопления, били тревогу и просили помощи у местных властей. На наше вращение последовала реакция, уделено внимание, и несмотря на то, что в настоящее время экономические трудности и очень огромные проблемы, тем не менее была изыскана возможность для того, чтобы данную проблему решить. На территории администрации села Андреевка в зоне подтопления у нас находится один жилой дом. В территории села Шмалена там три жилых дома, и есть ещё и дачные дома. Эта проблема существует на протяжении многих лет. Река Сухая Рыбница быстро заиливается и зарастает камышом. А в настоящее время с помощью специальной техники очищается русло реки от тыла, растений и бытового мусора. Проблема периодически решалась, и я думаю, что будет решаться, потому что это вопрос ни одного дня, и это периодически необходимо этой работы повторять. Поэтому в этом году выделена наибольшая сумма, из ранее выделяемых порядка 200 тысяч рублей. Работы проводит предприятие К-2, которое имеет специализированную технику и уже несколько раз привлекалось к выполнению данных работ. Очищать и углублять речку стараются ежегодно. Эти работы дают положительный результат. Если мы из года в год наблюдали затопление села Шмалена, домов в селе Андреевка, вот даже работы, которые мы проводили в прошлом году, уже позволили, в конце прошлого года тоже были проведены работы, но не на большом участке, но тем не менее мы избежали затопления. Работы, которые будут проведены сейчас, позволят уйти от этой проблемы как минимум на 3-4 года. Санацию речного русла планируют завершить до конца этого года. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, ЛикТВ.